Соревнования проходят на базе первой общеобразовательной школы. Команды состоят из шести человек. Им предстоит пройти военизированную полосу препятствий, причем на время. Однако, по словам участников, сделать это не так уж и сложно, когда работаешь в сплоченной команде. У нас есть несколько героев, которых мы всегда надеемся. Это как сборка-разборка автомата. Вот два друга, которые вы все-таки справляются на ура. Полоса препятствий состоит из различных элементов. Кувырки на матах, прыжки через скамейку, перенос груза, сборка автомата. Еще одно непростое испытание – быстро и правильно свернуть пожарный гидрант. Основная сложность в том, что все это нужно сделать в противогазе и за короткое время. Самое сложное, что противогаз чуть-чуть большой, и он спадает, и автомат тугой. Его очень сложно. Очередное это мероприятие, которое позволит школьникам приблизиться к тому уровню, которым предстоит в дальнейшем защита своей родины, то есть службе в рядах вооруженных сил. Поэтому они в очередной раз будут совершенствовать свои навыки, развивать их. А также они познакомятся и соревнуются с курсантами Института береговой охраны, которые уже поступили и готовятся быть защитниками Родины. Поэтому они в честной конкурентной борьбе попробуют свои силы уже с более опытными ребятами. По результатам состязаний первое место заняла команда кадетской школы. Серебро взяли учащиеся школы номер 11, а на третьем месте спортсмены четвертой школы. Следующее мероприятие, посвященное месячнику оборонно-массовой и военно-спортивной работе, пройдет 15 февраля. На этой же площадке состоится парад юноармейских отрядов. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Попов. Анапа. Регион.